Настолько их и дрюкают, как холопов, несчастных, веками, и олигархи, и сороковархи. Привить друзей и недрузья так же. Вот я сразу скажу, что я абсолютно не приверженец каких-либо конспирологических идей, которых я иногда могу слушать, проанализировать. Ну, кого мне еще слушать? Кого? Парахоботов? Бабчин? Или Зеленоботов, которого я Зеленского выбирал? Кого еще слушать? Ну, вот я слушаю альтернативных, и тех, и тех, мнения которых я потом суммирую и выдаю нагару. И как говорил Шопенгауэр, перед ним Кант, нет ни земли, ни солнца, существует только око человека, которая это видит и разум, который это слышит, видит, ощущает и воспринимает. Вот так и украинское сообщество, люди простые, насколько они видят все, настолько они воспринимают, настолько их и дрюкают, как холопов несчастных, веками, и олигархи, и сороковархи, кто угодно. Потому что вот такой примитивный мозг восприятия. Ну, я же говорю, когда у человека есть воля, наделенная Богом, а он не использует вообще ничего, даже разум, даже примитивные вещи, чтобы содержать и себя, и своего государства, данное Богом, то ну какая цена этому человеку, вартисть яка, жодно. Для того мы и боремся, чтобы эта вартисть, чтобы эта цена украинца, человека, была хоть какая-то, чтобы он боролся за себя и за ту землю, над которой он обязан, для которой, постоянно уничтожая, как государство, Бог снова дает возможность и ответственность украинца, чтобы он ее содержал, эту землю, свою, ныненьку, Украину. Вот такой пример для сравнения Зеленский и Пилсудский, маршал, маршалок Польши. Значит, Пилсудский нахопал, нахопал, вместо того, чтобы дать Украине независимость и сделать ее, как буферную, для защиты себя же, страну, державу, для обороны себя же, даже от той же России. А он с этими комухами, коммуняками, сделал в 23-м, кажется, да, греческий сраный саммит этот, подписание, и нахопал, нахопал кресом себе, петлюру, как мальчиком, все, иди гуляй, сделали, договорились с коммуняками, вот нам кресы, это уже будет Польша, вообще, не вычеркиванная, эскарт, это уже все будет чуть ли не от Болеслава Хороброго. И что? И докатились до 1939 года, что махопали хресов всходних, ну вот западная часть, часть Украины, которая была до 1939 под Польшей, и потом даже не отстояли, потому что микро-мини приказ был, с немцами не бороться, русским поддаваться, но поддавались и Катынь потом, и все, и все, и концлагеря, и потом тому подобное все. Вот так и Зеленский, которого я тоже выбирал, с надеждой, что он будет все-таки кем-то, а он, блин, я не думаю, что себе, ну как полезный дурень, он просто нахапает, нахапает земли, и чернозема украинского, несколько метров куда-то отвезут, отвезут куда-то, кто, ну кто управляет сейчас вот этими, без конспирологии, стерли же из твиттера Трампа, стерли, значит давление, воздействие какое-то имеет ДНК, транснациональной компании. Значит, по всей логике, они тут и хотят, покуда война с путиновской Россией, прибарахлиться земелькой украинской, чтобы им все это принадлежало. Но они хотят так это сделать, чтобы украинцы были или холопами, или завести сюда, или китайцев, или еще кого-нибудь, вообще, вообще не украинцы, и чтобы они миллиарды выскребали, выскребали и дали. Но будет ли так? Скажут ли, да, украинцы вот такой позорной гадости? И что сделает с ними всемышний, с украинцами, когда он дал им это все, украинцам? Они это разбазаривают, ха, блядь. Наказание снова, снова, как 33-32 год. Вот так вот. И полякам тоже наказание, то же самое, если они будут так со своей страной и землей поступать. Значит, вот такой вот пример. Я там не собираюсь, друзья, рекламировать или промоушен делать для Юлии Тимошенко. Но вот так вот как-то совпало, что она сделала пресс-конференцию, я ее послушал, и это очень убедительно, что она вскрыла такие факты, что окружает Путин, Украину, под 100 тысяч, десант 4 или 5 тысяч своих гнид, шакалов, бандитов. А в это время, вместо того, что там, кроме того, что там звонят и выказывают Зеленскому, турбота, значит, вместо того, чтобы собираться и что-то делать реально, требовать от Байдена трясти его, слышишь ты, блядь, нахера ты Трампа, блядь, так, это, обманул, мягко говоря. Нафига ты вообще пришел, блядь, вот таким образом позорным, стыдным к власти. Для чего? Для того, чтобы нихера не делать, чтобы отдать Украину. Ну, не давай, блядь, трясти его на весь мир, стучать, давайте нам птуры, давайте нам джувелины, все, все, что угодно, давайте, чтобы сюда Путин не сунулся на наши земли украинские. Вместо этого, блядь. Они засели, эти, блядь, парламентарии, землю деребанить. Вот, послушайте, там будет, я напишу название этой пресс-конференции Тимошенко, Юлия. Дело не в пресс-конференции, а просто то, что, как так вот попало, что вот такие факты в Украине творятся. То есть, выходит, что из этого всего, что вместо того, чтобы, блядь, всем миром помогать ныненьке Украине бороться с Путиным, то начал деребан Порошенко, блядь, вместо обороны Украины, вместо обязанности со своих обещаний гребанных, блядь. Путин ему, а, ну, такие дела, значит, делаем так, что Донбасс, Путину и трижды не нужен, нафиг, нафиг ему тянуть терриконы эти, блядь, бандитов и терриконы. И облупленных вообще людей, блядь. У него и своих хватает рабов, еще ему тянуть донбассят. Но ему Донбасс нужен, как территория, которая не даст украинцам ломануться, добробатам, тогда в 14-м, спасать и освобождать Крым. Вот чтобы они туда, а тут им сбоку пубух, блин, Донбасс накрывает. И Порошенко, ну, хорошо, ну, пусть так и будет, я тут буду хернёй заниматься, людей манипулировать, политиков, воровать, блин. А мы так земли нам поддаем через Минск-2, те, которые даже не было, и Бута, этого, Путиновского. И будем вот так вот потихоньку эту мазу-фазу тянуть. Ну, я смотрю, и Зеленский с плюсами, с плюсами, там, против Медведчука пошёл, там, все эти дела. Это классно всё, блин. Но он уже этот Медведчук, блин, в первых, его лупить надо было раньше, блин. А во-вторых, он, в принципе, Путину никакой, это, блин, понтов аж больших и не делает. Он гнида, мерзкая, мерзкая гнида, шакал, которых, блин, даже НКВДисты, блин, расстреливали, да, шапаши, немцы расстреливали, эти гитлеровцы. Все расстреливали шакалов. А тут, блин, на тебя, пожалуйста, СМИ, на тебе медиа украинские. Распоряжайся Украиной как хочешь, манипулируй как хочешь, делай из людей, с украинцев, с националистов, скотовы, подкупай их. То есть, получается то, что я вот, у меня единственный вопрос, то ли это сведомо Зеленского, ТНК, и вот этим, через этих мрази подставных с командой Зеленского расторговывается Украина, скупуются земли. И, ну, это страшные вещи происходят, блин. Во время войны, во время этой чумы торгуется земля. Во время даже окружения Путина, блин, Украина, торгуется земля, что давайте, давайте скорее, чтобы она принадлежала побольше. Бумажкам, этим каким-то сраным, каким-то вонючим, гнидам, олигархам. Давайте поскорее. Типа это будет в века уже, блин. Введено, и все, никто ничего сменить потом не сможет. Ну да, Трамп аж выкинули, блин, даже. Вот так вот обошлись с ним. Даже Трампа, президента, блин. United States of America. Если с ним так обошлись, то... А шо с народом Украины? Та он же ж не выходит, блин. Он же ж мучит, бычит, блин. Вот так его пернали, топтали. Как... Крес отобрали, державность отобрали, блин. Потом у тех же поляков тоже отобрали. Все, шо так вот отбирают, дают, отбирают. Им Бог дает. Нам и полякам Бог дает. А они так делают, что потом какие-то вшивые гниды, крысы, это все отбирали. И потом они плакались, блин, в платочек. Вот так вот. Откуда он берется, этот голодомор? Откуда смерти миллионов? Миллионов, 7 миллионов, 12 миллионов. Откуда они берутся? Вот из этих лапухов, лапотников, идиотов, которые не могут отстоять свою державу ныненьку. Вот оттуда это все и берется. Нафиг. Короче, украинцы, что для меня, и не только для меня, это для простейшей логики, резня болынская. Или взятие украинцами Львова в 18-м году. Потом их выбили оттуда, армия Халлера. И другие события, которые связаны как кровью, так и идиотизмом в отношениях между Польшей, Украиной, или Чехией, или еще кем-то. То есть сидят украинцы и поляки. Или сидят оппоненты, если так куртуазийно, куртуазно выразится, с двух сторон. Сидят птюряги перед расстрелом. И делят вот такие свои, якобы, земли на Марсе. То есть делят то, что им априори в реальности не принадлежит. Потому что они этим реальности не владеют. А им будут давать только с подачи того, насколько они друг другу выгрызут шеи, кровь высосут и порежут. Насколько они этим задовольнят присутных на арене, когда бьются гладиаторы. И им бросят, насколько они рассмешат эту публику, смотрящую, как бьются вот эти вот такие тупые гладиаторы между собой. Настолько им этот царь, тролль, цезарь, король и насыпят чего-то. Ну, он их кровью своей развеселит. Насколько они порежут, вырежут друг друга. Вместо того, чтобы договориться между собой и выпередолить этого гребаного, бля, цезаря, царя, хоря, который заставляет их заниматься вот такой хренью. Так они режут друг друга. Вот примерно та же ситуация выходит, потому что у них не в порядке с головой. То есть у них не в порядке с душой и разумом. То есть украинцев, Украину окружает кровавейший, кровавейший, практически за всю историю Украины, оккупант. И они об этой истории знают, украинцы. Но они вместо борьбы с этим оккупантом, вместо противодействия этому оккупанту, они садятся гребанить землю, на которую этот оккупант нападает, сейчас окружает и нападает. Вместо борьбы, противодействия с этим оккупантом, они садятся гребанить землю, ту землю, которая им после нападения удачного, этого оккупанта, им ну это же по всей логике не достанется. То есть это инсейн, это клиника, это кретиницизм, это деменция, это маразм полный. То есть 21 век космических технологий, а мозг и ныне в рабстве, и ныне в жопе. Как с этим бороться? Это же даже не предательство, а не зрада. Это кретинизм, это полнейший идиотизм, недоразвитость. Я просто в шоке. Но вместо этого украинцы пишут папостные истории, борьбы, песни поют и тому подобное тоже исторически, кортуазийно. то есть а на их глазах творится вот такой вот мразм, который кретинизмом просто назвать даже, ну вообще, ну полный инсейн, полная деменция, ну и они выбирают, и они рады, что сраного там какого-то медведьчука, блин, вот мы доверие к правительству, тому всему, блин, в то время, когда они деребанят ту землю. То есть они рассчитывают на кого? На тех же самых украинцев, как Пилсунский рассчитывал на тех же самых украинцев, на тех же самых поляков, невольников, рабов, что они будут его вести, блин, как цезара на троне. Вечно так будет, да, что он великий цезарь, правитель. И так и эти тупые, блин, парламентарии думают, что украинцы, блин, будут вечными рабами, проливать кровь, они будут деребанить землю на крови украинцев и жить так вечно, далее, что украинцы будут пахать, рассказывать патриотические мелодии, истории, как они отстояли ни бы то Украину, на самом деле от деребаниную этими сраными ворами, мошенниками, олигархами землю, да, ну, я думаю, найдутся украинцы, хоть какой-то малый процент, который окажется может быть и миллионам, и это уже будет прогресс, потому что это будет всегда выше, чем процент той же самой России, и они будут завидовать, что вот у нас такой народ, борющийся, а у них лапотники, рабы вечные, к сожалению. и весь этот маразм, идиотическую охыду, блевотину эту всю украинцы кепят. То есть, им, наверное, нравятся гулаги, лагеря, убийства, массовые расстрелы, пахота задарма на ублюдков каких-то. А мне еще не подпалили ничего, я еще не знаю, что такое боль, страдания, а я еще не знаю, а вот интересно, попробовать, да, ну, кретину, понимаете? А тот, кто уже попробовал, тут ни хера себе, да ну его нафиг, убегает, спрятаться куда-нибудь подальше, блев, чтобы больше не пробовать. А бороться-то кому? То есть, тот, кто не пробовал, тот еще не понимает, тот, кто уже попробовал, тот, ну его нафиг, побегуя дальше, блев. То есть, представляете, до такой степени маразма докатиться. Выходит, что по всей логике, если Путин не захватывает Украину, значит он побаивается ее захватывать. Потому что он поступает только как шакал. Когда где-то что-то можно урвать, он урывает, убегает туда в нору и, блин, точит это все. А поскольку тут он побаивается это делать, значит что-то ему мешает. Или украинская армия, или флот 6-й который возобновил Трамп, или еще что-то ему, он чего-то побаивается. Или ТНК тех самых транснациональных компаний. Вполне резонно. Значит он побаивается и широкомасштабно не идет на Украину. Но он ее запугивает для того, чтобы силы изнутри ее кромсали и ослабляли. Это Украина. Обворовывали. И обворовывали деребаня ныньку нашу державу Украину. Забирая у нее сельскохозяйственные угодья, чернозем и тому подобное. не так, как уже с явной ненавистью, с явным мразовым, русско-кристинистическим, быдло-угодническим миром кремлевским, а с любовью. То есть, ну, чтобы это было написано мы любим, мы на хаслах и тому подобное. Ну, ты поработай там месячишку бесплатно. Мы же тебя любим. Или еще какую-нибудь херню мы тебе сделаем. Ну, это же через любовь. Ну, раздевайся, отдай все, что ты имеешь. Иди в Наймаке, иди там в Злыднях живи, иди там, будь рабом, навильником. Ну, потому что мы же тебя любим. Давай, давай, поши дальше, идиот. И смеются себе там, забавляются на Майами, на Канарах или еще где-нибудь. Вот такая любовь. И Крым остается Путин, Донбасс остается тоже, блин, боевикам Путина, блин. Все-таки остается нормалек. Для Путина, right, окей. Для этих мразей тоже, right, окей, блин. Шок. Ну, эти гребаные парламентарии, так званые, будут рассказывать на медиах этого Ахметова, Шмакетова и тому подобного Кетова, блин, что это ж во благо украинцев. Рынок земли, как в европейских странах, блин. Но тогда зачем грабить тех украинцев, у которых уже была во властности, во владении земля. И они тетушнёй, блин, приходят, давят украинцев, забирают у них урожай, землю все забирают, переписывают. Потому что там уже бизнесок. То есть все то, что делали, блин, силовики при ублюдских олигархах, блин. Все, какой-то предприниматель что-то взрастил, вырастил, накопил, а они его, блин, кромсают, грабят. Все то же самое. И это делается из внутренней. Это из внутренней окупации тех баранов, тех предателей себя, своих детей, своего будущее, которые сидят, как лапотники, на балалайке, бринкают, блин, по сказкам российским, русским, что Емеля, печка сама поедет, сама приготовит им что-то, блин. Это издательный кооператив Новоселецкий, который находится в Киевской области, в Белоцерковском районе, в селе Вильшанка, Новоселеця. И что они там делают? Они взяли кооператив, где люди склали свои паи за власною волею, объединяли ци паи в кооператив, обрали свою власну владу и начали на своей земле самостоятельно господарювати. Они не сдали свои паи в аренду, а они, по суті, побудовали своє фермерское господарство, которое назвали кооператив Новоселецкий. Они начали заработать деньги, выращивать зерно, у них на рахунку было 11 млн грн, и были все их сховища, забитые их зерном, и они готовились сейчас зерно продать. Но так не сталося. Налетели рейдеры, через черных регистраторов переписали цей кооператив на невідомую особу, загнали тетушек, які силами цігнали людей з земли. Вони практично забрали розрахунковий рахунок і забрали їх нещасні оці 11 млн грн, які люди думали використати на сельгосптехніку, і так само забрали зерно, яке було в сховищах. І вони зробили це без будь-якого втручання з боку держави, щоб захистити людей. Людей били, давили машинами, люди покалічені, вони звернулися до суду, всі продажні суди прийняли рішення на користь чорних реєстраторів і рейдерів. Но самое главное, що у меня не тільки лист від цих людей, а у меня в руках ще і ось їх дослідження, яке вони зробили, не хочу зараз розгортати, але вони самі, за допомогою юристів, які з ними співпрацюють, вони повністю склали рейдерство, схему рейдерства, яка зараз панує в Україні. Т.е. не боясь Путина, вони деребанять землю українську, надеясь на те, що придет Путин, і вони з Путлером поділяться, і будуть жити так далі, краще, ніж Медведчук, мільярдами ворочав. Неожіли вони настільки ідіоти, треба ж історію вчити, або вони просто настільки тупі, настільки кретини, що вмісті того, щоб обороняти, оборонити землю, витчизну свою, вони її деребанять. І наплевательське відносяться к обороні цієї землі, яку вони деребанять. Це ж полні кретини. Значить, що потрібно? Мільйонами вставати, повставати, бороться і мочити цих кретин, поки враг не замочив остальні ці мільйони українців. Пусть влічі кретини будуть замочені, нежели наша нейка з нашими українцями, мільйонами українців, які поки не повстають, щоб себе убереч.